Зажигательными танцами и душевными песнями встречали праздничный вечер на Соборной площади. Гала-концерт в центре стартовал в 18 часов. Номера на любой вкус представляли в День города Владимирские коллективы. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. В отличие от прошлого года, праздник Дня города и 70-летие области обошелся без именитых звезд, сошедших с экранов телевизора. Курс на владимирских артистов. А им действительно есть чем удивить зрителя. Естественно, интересно. Я смотрю на публику, им это очень нравится. Они с таким удовольствием. Хорошее настроение, конечно, мы можем себе сами обеспечить. Но, во всяком случае, то, что от меня зависит, я постараюсь это сделать. Исполняли в этот день и песни, написанные владимирскими авторами. Мой, мой сладенький, где на глядь мы просторы родные. Только здесь, в том сердце России, в доме твоей встречаешь меня. Автор музыки и исполнительница этой песни Ольга Кулистова признается, когда пять лет назад у нее родилась эта мелодия, артистка и не подозревала, что песня в скором времени станет чуть ли не неофициальным гимном города. Она написана во французском шансоне, немножко вальсовая. И на ухо каждого человека очень легко она дается, эта песня. Горожане остались довольны подарками, которые преподнесли им владимирские коллективы. Праздник очень хороший, мне очень нравится, хорошо поют. Хорошо, все организовано, светло, музыка, уютно. Везде, как говорится, порядок, пьяных нету. Это очень хорошо, спасибо. Я пришел со своей дочерью, и мне этот праздник и дочери прекрасен. С того же, спасибо. В праздновании Дня города и 70-летие области по подсчетам управления МВД за весь день приняло участие около 50 тысяч человек. Причем ни одного серьезного правонарушения полицейские не зафиксировали. Прекрасно, в общем-то, кратко, праздничное настроение, погода. Самое главное, с погодой повезло, прям вообще солнышко было, мы без курчик даже ходили. Прям вообще спасибо огромное, что, ну, настоящий праздник прям. Чего ждете от салюта? Ой, что-то такого, чего не было никогда. И организаторы ожидания владимирцев оправдали. Музыкальный салют, как театральные действия с завязкой, развитием действия и кульминацией. К финалу все небо центра Владимира окрасилось в праздничные цвета. Несмотря на прогнозы скептиков, которые говорили о том, что праздник, день города, в середине октября не удастся, уже сейчас можно говорить, что торжества действительно состоялись. 70-летний юбилей области сменяется 1025-летним юбилеем города Владимира, который мы вместе будем праздновать уже в следующем году. Алексей Соков, Александр Мажаров, 6 канал.